Вести Дагестан Вести Дагестан и Сергей Миликов обсудил на встрече с председателем Юго-Западного банка Сбербанка России Анатолием Песенниковым. По словам Песенникова, совокупный кредитный портфель приблизился к 66 миллиардам рублей. Помимо финансовой поддержки, банк видит растущий спрос на цифровые решения Сбера в туризме, торговле, АПК, здравоохранении, образовании и недвижимости. В свою очередь, республика готова максимально плотно сотрудничать со Сбербанком. Я полностью поддерживаю все инициативы Сбера на сегодняшний день, потому что Сбер для нас является в Дагестане основным банком. У нас сложились добрые отношения и в части различного рода решения государственных задач, я имею в виду тех, которые мы на сегодняшний день выполняем в рамках национальных проектов, в рамках других государственных программ. Ну и также по вопросам, связанным с инвестиционной деятельностью, с развитием предпринимательства, бизнеса всех категорий, от крупного до мелкого, что для Дагестана очень характерно. Мы, в общем-то, получаем поддержку Сбера. Отдельно хотел бы Евгения Юрьевича поблагодарить. Мы сейчас прорабатываем вопрос, очень важный, политический или стратегический, как у города Дагестана, это создание новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. И в этом отношении та модель, которую предлагает сегодня Сбер, по инициативе Евгения Юрьевича, она является наиболее приемлемой для нас. Особое внимание, по словам Сергея Миликова, надо обратить на поддержку предпринимательства и повышение доступности кредитования. У Сбера, на мой взгляд, здесь есть большие перспективы для того, чтобы еще более широко войти в сферу взаимоотношений с теми лицами, которые готовы сегодня кредитоваться в Сбере. Но для этого, конечно, нужно учитывать некие особенности нашего субъекта. Это и религиозные особенности, и национальные особенности, и особенности бизнеса. То есть, вот те ограничения, которые при кредитовании возникают, они для наших граждан иногда являются непреодолимой силой. Или там залоговые какие-то истории, или еще что-то. Но в то же время люди хотят кредитоваться, люди хотят получать кредиты, люди хотят на сегодняшний день вкладывать деньги в развитие, соответствующим образом пополнять доходы банка путем погашения тех процентных или тех обязательств, которые при кредитовании они будут брать. Я думаю, что нам надо об этом подумать, и я готов и на Питерский форум еще раз выйти с инициативой по Дагестану. Ну, безусловно, без вашего участия мы этого не сделали. Для того, чтобы какие-то определенные дополнительные пути для возможности развития предпринимательства открыть. Глава Дагестана Сергей Меликов провел встречу с руководителем Роскачества Максимом Протасовым. Обсуждались направления сотрудничества между республикой и национальной системой качества. В рамках встречи состоялась официальная церемония подписания дорожной карты по реализации соглашения о взаимодействии между республикой и Роскачеством на 2023 и последующие годы. Сегодняшняя дорожная карта дает возможность нашим предприятиям, как государственным секторам, так и коммерческим предприятиям, проводить работу по закреплению за свои продукции стандартов Роскачества. А эти стандарты создают им приоритет в ходе конкурентности с другими предприятиями, как, опять же говорю, на внутреннем, так и на международном рынке. То есть, если люди более старшего поколения понимают, что такое знак качества, который был определен в советское время, то, по сути дела, эти стандарты соответствуют этой номенклатуре, а эта номенклатура позволяет нам более свободно подавать нашу продукцию, наши продукты на различный уровень по взаимодействию с теми, кто в нашей продукции заинтересован. Это для нас важно, особенно важно для сферы бизнеса, особенно важно для предпринимателей. Той дорожной карты, которую и правительство Республики Дагестан, аппарат Роскачества прорабатывал достаточно долго и тщательно. Мы описали все те виды деятельности, все те виды работ, которые Роскачество совместно с правительством региона будет осуществлять, в первую очередь, конечно, для повышения качества жизни граждан Республики Дагестан. Потому что мы с вами знаем, что это качество жизни, оно складывается из качества государственных услуг, качества товаров, качества услуг и, что очень важно, потребительская грамота на всех этих направлениях. Работаем, мы будем активно взаимодействовать. Сергей Олемович уже сказал, что будет происходить диагностика качества работы самих предприятий, а значит предприятия будут более конкурентоспособны, более эффективны, смогут вовлекать большее количество персонала в свою работу, смогут производить больше качественной продукции. Второе направление очень важное, конечно же, это исследование качества товаров, производимых в Республике и реализуемых в Республике. Здесь мы сможем и гарантировать гражданам субъекта, что в торговых сетях, торговых точках на рынках Республики будет качественная продукция и, что очень важно, выделять наиболее качественные региональные товары, соответствующие опережающим стандартам, которые смогут получать государственный знак качества и, как сказал глава региона, продвигаться и на внутреннем, и, конечно же, на внешних рынках. С учетом того, что Максим Александрович достаточно подробно прокомментировал все направления, которые Дагестану интересны, я бы выделил еще три. Первое – это мясомолочная продукция, в том числе по халяльным стандартам. Очень востребована она, в том числе, у наших зарубежных партнеров, но есть некие вещи, которые, благодаря той работе, которая в дорожной карте расписана, я думаю, что мы через них перешагнем. Второе – это производство плодово-овощной продукции. Опять же, по словам Максима Александровича, мы сегодня можем претендовать на зеленый стандарт, то есть на экологически чистую продукцию. На самом деле, такого нет нигде, как у нас в республике. Ну и третье – это, безусловно, наше промышленное производство, которое успешно сегодня развивается. Наше предприятие такое, как Кизлярский электромеханический завод, другие предприятия, они тоже могут сегодня, опять же, в условиях импортозамещения претендовать на те стандарты, которые необходимы. Ну, прежде всего, для поставки комплектующих деталей, комплектующих механизмов для большого производства, которое сегодня, на мой взгляд, в России перезагружается. Для нас это очень важно. В России около двух лет назад вступил в силу федеральный закон об органической продукции и активно началось развитие этой отрасли. За прошлый год на 45% выросло количество органических производителей, включенных в реестр Министерства сельского хозяйства. Как считает руководитель Роскачества Максим Протасов, Дагестан с его климатом и потенциалом должен в ближайшее время уверенно занять свое место на полках российских регионов. Прямо сейчас, в настоящее время, проходит народное голосование за лучший, самый известный, самый популярный органический бренд страны. И этот конкурс, который проводит Роскачество совместно с Министерством сельского хозяйства, Советом Федерации России, еще раз показывает, что эта отрасль находится у нас, в общем-то, в таком, на хорошем пике развития. В два раза увеличилось количество регионов, в которых существуют сертифицированные органические производители. В настоящее время этих регионов, этих регионов уже более 45. И что особенно приятно, если говорить о Республике Дагестан, что тот потенциал, который есть у Дагестана с точки зрения развития собственной органической промышленности, органической продукции, начал реализовываться. Получены первые 12 заявок на органическую сертификацию от дагестанских производителей. Мы уверены, что за ближайшее время количество таких заявок, количество органических производителей в Республике Дагестан должно как минимум утроиться. Тот потенциал, который мы сегодня в том числе обсуждали с главой Республики в отношении производства и органической продукции, и зеленой продукции в Дагестане, чистая земля, возможности производства, климатические условия. Главное, люди, которые умеют производить экологически чистые продукции, должны быть реализованы. И продукция из Республики Дагестан под органическим знаком, под государственным зеленым знаком, должна появиться на полках российских магазинов во всех субъектах Федерации. Губернатор сирийской провинции Латакия Амир Исмаил Хилаль выразил благодарность главе Дагестана Сергею Меликову, муфтию Республики, шейху Ахмадхаджи Адулаеву и всему дагестанскому народу за поддержку. Напомним, в Сирию в помощь пострадавшим от землетрясения жителям на днях доставлен гуманитарный груз из Дагестана. Депутаты и власти Хасаюрта оказывают адресную помощь семьям мобилизованных граждан. 21 марта семьи, чьи сыновья и мужья сейчас защищают нашу страну от неофашизма, навестили представители городского собрания и волонтеры штабами вместе. Каждой семье они передали продуктовые наборы, узнали, какая нужна помощь, ответили на волнующие вопросы родных военнослужащих. О том, как сейчас обстоят дела в зоне специальной военной операции, сообщает официальный представитель оборонного ведомства Игорь Коношенков. На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходные гаубицы «Акация», а также артиллерийская система М777 производства США. Операционно-тактическая и армейская авиация, ракетными войсками и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 95-ти артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Кроме того, уничтожены три радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США в районах населенных пунктов Шандригалова ДНР, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Неконоровка ДНР, в воздушном бою сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченская, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежная, Баранниковка ЛНР, Зеленый Гай, Урожайная, Благодатная, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка ДНР, Ульяновка, Пологи Запорожской области, Новая, Сбурьевка и Крынки Херсонской области. Кроме того, перехвачено 3 реактивных снаряда систем залпового огня «Хаймарс». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено. 403 самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивной системы залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9039 единиц специальной военной автомобиле техники. Продолжаем выпуск. В нескольких регионах России задержаны подозреваемые в изготовлении и сбытии фальшивых денежных банкнот. В Левашинском районе задержали предполагаемого фальшивомонетчика, который обустроил в заброшенном доме типографию и тиражировал купюры номиналом 5000 рублей и 100 долларов. По версии следователей, подделки сбывались за полцены в Ростовской области, Ставропольском крае, Ингушетии, Чечне и Дагестане. На данный момент известно о продаже купюр на сумму 11 миллионов рублей. Еще более 1200 подделок на сумму более 6 миллионов рублей изъяли у жительницы Пятигорска, которая занималась их доставкой и сбытом. Верующие республики в ожидании начала священного месяца Рамадан. Его называют одним из толпов ислама. В течение месяца мусульмане будут соблюдать пост, когда люди в дневное время отказываются от еды и питья. Этим люди проверяют и силу своего духа. А с наступлением темного времени суток верующие после молитвы собираются на коллективное разговение ифтар. О том, как будут работать ставшие уже традиционными шатры Рамадана. Материали Магомеда Баширова. Двор Центральной мечети Махачкалы в этот священный месяц трудно представить без шатра Рамадана. Его начинают собирать за несколько дней до начала поста. Гостеприимный шатер почти готов. Идут последние приготовления. В этом году благотворительный фонд «Инсан» внес в работу шатра несколько изменений. Мы увеличили посадочные места, касаемые именно внутри шатра. Если в прошлом году это было около 400 человек посадочных мест, то в этом году мы их увеличили до 600 человек. Также мы изменили дизайн внутри шатра и поменяли меню. Также мы проводим акцию «Ифтар на дорогах». Благодаря волонтерам, которые каждый вечер уходят сюда, мы им с помощью наших меценатов даем воду, финики, чтобы они могли в самых таких значимых местах города, особенно где много машин, могли раздавать людям, которые находятся за рулем. Пост – это не только отказ от пищи, говорят ученые, а еще отказ от всего плохого. Еще в нем много мудрости, которую не все замечают. Для верующего в этот месяц особенно важно проявить усердие в совершении добрых дел и в чтении Корана. Всевышний Аллах описывает этот месяц в священном Коране, говорит смысл, что Рамадан – это считанные дни. И в эти считанные дни мусульмане, конечно же, должен выжить максимум, получить наибольшую выгоду в плане Айбадата, провести его наиболее платформенно и эффективно. Помимо этого, есть еще и социологические аспекты. Это когда месяц Рамадан уравнивает всех людей, и богатый, и бедный, и тот, у кого есть пропитание на целый день, и тот, у кого нет. То есть они все уравнены в этом компоненте. И мусульмане – как одно единое тело, как один единый организм. Рамадан объединяет, и это не просто слова. Верующие будут собираться в мечетях и на разговения у шатра Рамадана. Каждый день священного месяца это возможность стать лучше и в делах, и в помыслах. Сегодня в Дагестане отмечают традиционный праздник начала весны – Навруз или Яран-Сувар. Исторически он связан с проводами зимы, обновлением природы и началом сельскохозяйственных работ. У каждого из народов свои особенности его проведения. Но неизменной является кульминация праздника – костер, который считается символом очищения. О традициях и непременных атрибутах Навруз-Байрама. Фатима Назаралиева. В переводе с Фарси Навруз означает «новый день». Наступление нового года по солнечному летоисчислению. В Дагестане праздник весны отмечают и в городах, и в селах. В Дербенском районе традиционно встречаются с особым размахом. Накануне праздника принято убирать своих домах, отдавать долги и готовить угощения. На столе должна быть проросшая пшеница, как символ пробуждения природы и начала новой жизни. Уважительное отношение к многовековым традициям и обычаям богатому культурному наследию народу Дагестана будут и треть служить крепкой основой для поступательного развития нашего Дербенского района и республики. Но самый главный символ Навруза – это ритуальный костер. Возле него происходит все действие праздника. Праздник весеннего роднодействия не обходится без зажигательных восточных танцев и песен. Выступают канатоходцы, шуты и фокусники. Радио России. Дагестан. Спорт. В Бахачкале завершился очередной розыгрыш Кубка Дагестана по футболу формата 8 на 8. В финале главный трофей оспаривали команды АЗС Плюс из Карабудахкента и действующий обладатель Кубка Кюре из Касумкента. Счет в матче открыли футболисты из Карабудахкента. Причем за две минуты ему удалось поразить ворота соперников дважды. Минуту спустя Кюре один мяч отыграл. Особую атмосферу матчу придавали болельщики, которые буквально гнали своей командой вперед. Ближе к концу встречи команды забили друг другу еще по одному голу. АЗС Плюс, обыграв соперника со счетом 3-2, впервые завоевал Кубок. Победители турнира получили Кубки и Медали. Также награждены лучшие игроки в индивидуальных номинациях. По сообщению Дагестанского гидрометцентра, в ближайшие сутки по районам республики ожидается в горных районах местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем восточный и юго-восточный 6-11. В горных районах слабый. Температура воздуха ночью 5-10. Днем 15-20 тепла. В приморских районах плюс 12-17. В горах ночью 3-8. Днем 10-15. Местами до 20 тепла. В 13 часов Махачкале температура воздуха была 14 градусов. В ближайшие сутки в столице ожидается без осадков. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Днем юго-восточный 6-11. Температура воздуха ночью 6-8. Днем 12-14 тепла. Вода в море 11 градусов. Наш выпуск подошел к концу. Редактор Шарипа Шургина, звукорежиссер Мумина Талиева, Якова Миловакаева. Прощаемся с вами. С пожеланиями здоровья и удачи. Памятная дата военной истории России. 22 марта. В этот день, в 1915 году, русская армия праздновала победу. После успешной осады была взята крупнейшая австро-венгерская крепость Перемышль, ныне Пшемыс, Польша. В плен к русским войскам попали 9 генералов, свыше 2500 офицеров и 117 тысяч солдат императорско-королевской армии.